Я тут пока смотрел, как мой сын Лена Лиев рассказывает там на своём канале Ютуба. Там под названием он говорит такое, ключ спасает всегда и везде. Рассказывает, где только мы с ним не были, помогали там. И подводную лодку Курс готовит военный персонал, и в Беслане помогали. Он всегда рассказывает, что я даже многие вещи уже и забыл. Я сижу, горжусь и радуюсь. Надо же, какой, Олен, профессиональный человек, ещё и художник. Ну да, да, да. А потом в этот момент мне присылает какая-то девочка, бабочки нарисованные. И говорит, какие красивые бабочки. Я говорю, да, ну красивые девушки, ничего на свете нету, природа не придумала. Правда же? Она говорит, ну да, конечно, конечно. А умнее мужчины, говорю, наверное, на свете ничего нет, да? Она говорит, ну почему же, женщины бывают умные. Я говорю, ну конечно, конечно, я юморист, и поэтому всё, что я говорю, принимайте с юмором. Ну теперь, слушайте, я, например, когда хочу влюбиться и мечтать, ну конечно, я нарисую, возьму как художник себе красивую девушку. Вот, посмотрите, я ей говорю. Она говорит, а кто это? Я говорю, да нет, это просто образ такой, мне в голову пришёл, я нарисовал. А как, говорит, так, чтобы образ в голову пришёл? Ну мне хотелось нарисовать что-то, чтобы я чувствовал, что я что-то делаю, чтобы всем могло понравиться. И все бы мне писали хорошие комменты, как вы хорошо нарисовали или сказали. Это я делаю себе такое волшебное зеркало. И ты тоже, я говорю, сделай себе такое волшебное зеркало. Сделай что-то такое хорошее, прекрасное, доброе, тёплое. Чтобы всем приятно было посмотреть, и тебе будут писать комменты, и ты будешь заглядывать на эти комменты, и радоваться. И они тебя будут хвалить, и благодарить, и ты будешь чувствовать, что ты не зря живёшь. Это так прекрасно. Ну, между прочим, я хочу тебе сказать, кроме волшебного зеркала, ещё нет ничего сложнее в жизни, чем личные отношения. Вот самая красивая природа, придумала женщина, самое умное явление на свете – это мужчина. И самое сложное на свете – это личные отношения. А ещё сложнее. Как сказано, сначала было слово, а на самом деле до того, чтобы сказать слово, нужно было, чтобы была идея, которую сказать в этом слове сначала надо родить идею. Чтобы родить идею, надо вот у нас будет сейчас вебинар «Сыграй свою игру», как в детстве, «5 минут в день». Там я всё буду рассказывать. Я использовал сейчас этот механизм. У меня есть случай такой, когда я очень хочу достучаться до одного человека. И никак не могу придумать, как это сделать. Ну, интернет же нас разлучает. Он меня не знает. А я его знаю, я его смотрю в интернете. Я хочу с ним задружиться, потому что он такой творческий, такой талантливый. И вдруг мне пришла идея. Идея пришла. А почему бы мне этот самый механизм не использовать, о котором я сейчас говорю, что я буду там на вебинаре показывать? Почему бы мне под жернова этого механизма, который перемалывает все проблемы, все стрессы и выводит человека на состояние нуля, и через этот ноль, если ты задаёшь какой-то вопрос сам себе, получаешь ответ из подсознания. Почему бы мне самому не использовать? Я только об этом подумал, и тут же у меня появилась идея. Я вот мыл руки после кисточки, дорисовываю эту картину. Только вы никому не говорите, а то мужчины, как узнают, начнут рисовать себе девушек. Да. Это опасно. Это шутка. Так вот, я подумал, а почему бы мне под эти жернова перемалывания стрессов этот вопрос себе не задать? И в этот же самый момент, как только я об этом подумал, самое главное, это почемучки. Я задал себе вопрос, а почему бы мне сейчас себе этот вопрос не задать? И у меня появилась идея. Я ему написал. И сейчас я пошу ему эту картину. Я ему скажу, хочу с вами задружиться. Хочу, чтобы вы посмотрели мои картины. Чтобы вы увидели, что это настоящие шедевры. Между прочим, если вы не верите, я напишу. Это делали заключение выдающиеся эксперты, что моя живопись, она авторская. Её хоть в Африке, хоть на Луне, хоть где покажи, все узнают, что это доктор Алиф рисовал. Больше так никто не рисует. Но это дело уже искусствоведов. Итак, я вам завтра расскажу, что потом случилось. А теперь напоминаю, что у нас вебинар. Заходите, сыграем детскую игру. Соединяем взрослый ум и опыт с детской естественностью. И откроем им новые горизонты возможностей. Такого в интернете ещё никто не делал. Да, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok